Человек всегда стремился и будет стремиться познать вселенное пространство. Луну можно назвать лазурным организмом, который каждую секунду вращается вокруг Земли. Такой вывод был сделан еще в древнейшие времена. Еще в те времена в плоскости Луны выявили черные пятна различных конфигураций. И уже в будущем они были нанесены в карту Луны. Такие пятна назвали морями. В тот период полагали, что попутчик нашей Земли владеет водою, таким образом, его плоскость покрыта морями, а также океанами. Более светлые части, покрывающие Луну, относятся к суше. Поверхность Луны покрыта реголитом, это обломочный материал, который состоит из пыли и осколков метеоритов, которые полностью покрывают Луну. Они зачастую атакуют незащищенный атмосферный слой лунной плоскости. Эксперты говорят о том, что такие слои могут достигать сотни километров своей толщины. Луна имеет кору, три мантии, которая образует четыре слоя и ядро. Кора неоднородна, толщина ее колеблется от нескольких миллиметров до сотен километров. Три слоя мантии, имеют также различную толщину покрытия. Ядро, можно назвать металлическим центром, потому что имеет состав из примесей железа. Обе стороны Луны имеют одинаковые размеры солнечного освещения, но только лишь одну из них можно увидеть. Это происходит потому, что этап вращения Луны по оси сходится с орбитальным. Если светлую сторону Луны можно увидеть, то темную сторону можно изучить только при помощи космических агрегатов. На поверхности Луны нет защиты от различных космических излучений, солнечных ветров и метеоритной бомбардировки. Но есть температурные колебания, не слышны никакие звуки, и небо всегда черное. Существует огромное количество кратеров от метеоритов, это объясняется тем, что на лунной поверхности нет атмосферы. К счастью, космические тела, пробующие проникнуть на Землю, встречаются с километрами атмосферы Луны, где они сгорают или распадаются. У Луны не имеется предохранительных пластов атмосферы, следовательно, ее плоскость вся пронизана абсолютно всеми брошенными в ней отпечатками от метеоритов. Все это кратеры самых всевозможных объемов. Вы когда-нибудь наблюдали, как меняется Луна на небе? Это явление называется фазами. Все потому, что свое влияние оказывают солнечные лучи. Всего фаз 4. Первая фаза. Новолуние – это когда Солнце и Луна находятся на одной стороне Земли. Вторая фаза. Первая четверть еще называют молодой Луной – это когда Луна освещена не полностью, наполовину. Третья фаза. Полнолуние – самая яркая стадия. Четвертая фаза. Полумесяцы – это уже завершение лунного цикла. Все эти фазы длятся почти 30 суток. И в заключении могу точно сказать. Луна имеет огромное значение для Земли. Ведь она влияет не только на приливы и отливы в океане, но и защищает нашу Землю от метеоритов.